Друзья, всем привет! Я продолжаю путешествовать по России и влюблять всех в наш любимый спорт – баскетбол. Сегодня я в городе Никель, это Мурманская область, и здесь проходит фестиваль «Северный ветер». Очень много народу, очень много активностей. Есть зона баскетбола, баскетбола 3х3. Мы здесь будем давать мастер-классы. Есть пляжный волейбол. Я обязательно туда пойду, и мы сыграем. Есть аквагрим, конечно же. Как же без него? И я всегда очень активно принимаю в этом участие. Есть сапсерфинг, конечно же. Куда без него? Вы помните, как я в прошлом выпуске переворачивался и делал йогу даже на сапах? Это тоже будет. Есть и йога отдельно. Обязательно будем делать зарядку и будем походить на мастер-классы. Есть, конечно же, скорая помощь. Как без этого? Будет очень крутых два дня, и сегодня будут мастер-классы по баскетболу, а завтра будет турнир, где мы будем принимать участие в своей медийной команде. На этот фестиваль приехал мой большой товарищ, друг, экс-капитан ПБК МБА, чемпионка мира, MVP чемпионата мира, заслуженный мастер спорта Аня Лешковцева, легенда российского баскетбола и профессионального баскетбольного клуба МБА. Мы с ней будем давать мастер-классы прямо сейчас. Круто, что ты приехала. Всем привет. А теперь, чтобы вообще смертельный номер, мы делаем по двумя ногами сразу. Оп, и получилось две аплодисменты. Можно? Оп, хорошо. Ну что, второй раз. Сидееееееет! Судат! Вот, хорошо. Старь бросать, тебе надо плеть, чтобы умерзнуть. Ну как, ну прямо, как будто просто прямо стоишь на концерте. Вот только. А ты себя же вот так развал, а? Что делали? Сейчас повеселимся. Встаем в один большой круг. Встаем, встаем, встаем. У каждого мяча. Поехали. Мячья опять. Ты хлопнул. Тео, ты выиграл. Красавчик! По размеру хорошо, да? Нормально. И пил. Хорошо? На жаре нужно побольше пить. Молодец. Пять, да? Пять, пять. Молодец. Все, самый стильный на деревне. Давай, по еще завяжу. Молодцы. Все, ребята, спасибо всем большое. Панамные войска. Никита Юрьевич Загдай. Марат Арасланов. Он главный, я вам говорил. И Карандуполя. И Карандуполя. Карантин. Карандаш. Дениска. Мой друг. Самая большая Панама. Из всех присутствующих. У всех по 8 сантиметров. У меня 8 с половиной. Теперь я друг Дениса. Напишите из какой-то песни Дениса Карандаша, пожалуйста. Друзья, я обещал посетить мастер-класс по пляжному волейболу. И здесь тоже очень заслуженные спортсменки. Чемпионка России Оля Мотрича и ее партнер по команде Аделя Ахметова. Тоже многократная призерка чемпионатов России и всех там, чего вам угодно. Что, посмотрим, каков я. Давно не играл в пляжный волейбол. Обычно пляжный волейбол играют под вкусными напитками. Здесь я пока только попил кофе и, возможно, у меня получится нормально себя проявить. Скипка жесткая должна быть. Это называется краб. Краб это мое любимое. Я играю как краб, но вы знаете. Короче, сказали, что я уже хорош крабиком, я нормально работаю. Аня Лешковцева, легенда просто российского баскетбола. Мой друг, я уже тебя презентовал. Смотри, мы с тобой уже провели мастер-класс. Каково тебе вообще находиться? Супер, погода супер, все отлично. Классный народ и очень весело. Серьезно? Ладно, ты всегда какая-то такая серьезная. Смотри, два года прошло после завершения карьеры или год? Год. Год, два у меня, у тебя год. Скучаешь по баскетболу? Немножко. Я думал, ты скажешь нет, потому что мы пришли на пляжный волейбол. Мне больно, если правильное движение делаешь. Здесь выгибаешь, напрягаешься. Получается, платформа из этих двух пальчиков. Вот, и мяч отсюда должен отскакивать. У вас в баскетболе вот так, а у нас здесь борта вытянута практически. Да. Если будешь выгибать и вот делать так, он будет очень далеко. Вы не представляете, кто пришел. Сладкая попка-карандаш. Сладкая попка-карандаш, заходи, братик. Выдайте мне, пожалуйста, такие же трусики. Это не трусы, а это плавки. Брат, это пляжный футбол. Хорошо, плавки. Бить. Мне такие же плавки, как тогда я заеду. Ну что, ты заходишь? Ну мне такие вот. Мы можем отпустить. Раз, два, три, четыре, 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 пять, семь, восемь, девять, 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 давай. Пять, семь! оль после пройденного мастер-класса насколько по десятибалльной шкале я ноль спасибо ну в ладоши я хоп получите заряжала хоть чуть-чуть спасибо у меня супер краб всем вам супер краб привет сил как вам вообще здесь организация у нее папы 10-бальной шкале нуля вообще не ноль даже у нее реально есть за да сколько раз ты попала в кольцо я считал раза три точно попала играл в американку очень круто ну и раз сидит и попала три раза точно я здесь и сегодня попал по мячу только один раз так что спасибо за мастер-класс я мистер краб . хорошо ребят вместе с моими друзьями из бум сейчас мы с никиты юрьевичем вот он красавец напишите в комментариях как он сильно похудел сыграем в трешечки на 10 тысяч рублей бьемся мячами кто забил 1 до 3 до 3 ну это будет долго по ходу конечно один но туда его какие еще правила придумали готов да да капитан я не слышу я не слышу он даже не бросил а вот сейчас самое сложное потому что ты в шаге от 10 тысяч рублей 2-0 я веду что хочешь сказать я хочу сказать что если ты вытащишь ничего особенного не случится так планируется ты бы скейтболист я нет но вот если ты проиграешь это конечно будет сильный наш хват поэтому не волнуйся просто бросай и смотри перед предыдущей попыткой я заметил чуть ветер поменялся хорошо так ребята 2006 году раз он разводил антона погрошова и тот развелся я такого не допущу сначала попадай а потом празднуй я сначала отмечаю а потом забираю эти 10 тысяч рублей дайте мяч пожалуйста ой-ой-ой ребят напишите в комментариях какие крутые кроссовки у никиты загдая но это ребята но это все что у него есть хорошего в целом у него есть баскетбольная форма как кроссовки они играют на 10 тысяч видите ведет 2-0 помоги никита ну конечно федеральный канал сразу в евро все переводит кто-то в око спорт все рублях и зима не зима не обыгрывал профессионалов а не медиа игроков выигрывал там заслуженного мастера спорта мастера спорта это все вырежется давай это его блог по его правилам чемпионы чемпионы оле оле о да спасибо поздравлять спасибо маэстро переведи 10 тысяч мои поздравления наконец-то и 10000 рублей сюда деньги его игра что-то хочется он смотрел своей жизни хорошего и я забираю эту десяточку никита спасибо и настоящее никита с из нас к достал как в культовом фильме его игра чизу сатус ворфа у нас очень много активности мы провели еще один мастер-класса и сейчас будет йога на сапах и я вообще больше не боюсь юля в прошлом году как я смотрелся шикарно мне кажется только из-за тебя мы сделали йогу на сапах мы должны видеть это еще раз ты серьезно конечно без тебя она не состоится просто да обязательно обязательно вместо сапа мне привезли здесь просто плод чтобы я точно не упала ай как настроение отличное йога на сапах занималась а сапами а йогой соединяем вместе с юли она у нас ответственно за все это дело и только попробуйте упасть сапа привет у тебя круто давай иди сюда что делаем здесь на лодке плыть на лодке с папой с папой хорошо оттуда я такой красивый аквагрим ты бабочка а кто я радужный котик с крыльями докладываю я пока еще ни разу не упал мы пришвартовались вот буйки вот я рядом с маэстро не знаю что сейчас будет но весло мое утонуло но глубина здесь 35 метров и поэтому нужно держаться на плаву 35 метров глубина девушка вы чего встали до экстремалки здесь конечно в никеле роз я красиво как пять счетов я печет офигела что так всю жизнь на мне и вывозила видите стиме из мастер-классе видите стиме с видео самая корябая йога я на новом уровне не опознал друзья у нас пошел дождь но это вообще не проблема потому что смотрите как все любят баскетбол все играют даже в дождь в том году тоже так было но все-таки тип дождь что такое а тут на площадке играет каждый вообще кто хочет поиграть может взять мяч и порубиться до этого было плохо было много солнца и все что-то заскучали и мы решили санька и я поиграть такой формат мы вдвоем одна команда играли до трех забитых и каждый раз когда мы забивали заходила новая команда по моему получилось круто потянули зрители и было так живенько привет это будущий баскетболист этот фестиваль стал крутым потому что из-за того что тут очень много детей всякого если бы тут не было никого вообще я бы я бы все равно пришел если бы тут был фестиваль и фестиваль стал крутым из-за того что его устроили и я им очень благодарен на какие активности ходил что понравилось больше всего все все очень сильно понравилось хорошо ты на баскетболе выиграл футболку и кепку да да покажись вот скажи вот такое крутой да сейчас куда идешь на югу какая у тебя цель научиться делать шипова хорош димарь самый активный вообще на этом фестивале еще приедешь а ты на прошлом фестивале был на прошлом нет я заболел прям на первом выходном не заболел прямо на первом выходном да хорошо а ты где живешь сам в никеле и чем занимаешься в телефончике могу поиграть очень люблю гулять очень любишь гулять а что больше любишь гулять или в телефончике одно и тоже одно и тоже а спортом занимаешься спортом но только гантами хорош машина пошли на йогу первый день почти окончен было очень круто но сейчас будет небольшой сюрприз как вы думаете напишите в комментариях что будет именно здесь знали куда мне идти столько лет я не знаю где они теперь но у меня все будет вниз карандаш они хотели мою смерть но я не сдох хотели чтобы я был беден даю им в долг мотивировали этим и как итог я иду к своей победе ты знаешь кто да ты знаешь кто 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 ты привез карандаша на край российской географии я взял финал положился на цветные карандаши но к сожалению тряска была в дороге долгие пушки и доехали не все только лучшие а ты знал что в МБА если сравнить с коробкой карандашей то там только простые цветных не бывает кто Вот так, вот так еще, весь дикер, весь дикер, весь дикер, вот здесь, вот здесь, вот здесь, я гениален. Денис, вот кто тебя слушает, красава. Одна радость, что у нас есть Виктор Вильям. Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо. Давайте будем морем вместе бить. Карандашского объятья своих любимых людей. Моей семьи рядом нет, но есть мой хороший друг, это Никитос. Морем. Супер, Никитос, отлично, спасибо огромное. Я останусь берегом Аты. Морем. Морем. Вот так вот прохлик, вот так, прошел этот концерт и закончился первый день фестиваля. Спасибо большое, ребята, спасибо. Ваши аплодисменты, рэп-исполнитель «Карандаш». Просто разорвал, отец, красава, дэйчик. Я же тебе говорил, что это, вот, друг. Офигенный концерт. Ты даже упоминал меня. Два раза. Два раза в двух песнях. Одна радость, что у нас есть Виктор Вильям. Ты нашел рифмы к Виктору Пи? Конечно. Хорошо. Но я хотел бы обсудить другой момент. Твое филиграннейшее падение. Как это случилось? Так все намокли, что стало скользко? Нет. Скакал во время песни задом. И шевелил? Да. И в какой-то момент понял, что монитор мне делает подсечку. И, собственно, упал. Ну, быстро вставший человек не считается упавшим. Да вообще, я только хотел сказать, у тебя бывали падения на концертах? Да, бывали. Но бывали с двухметровой сценой. То есть, высокой очень. То есть, когда ты прыгал в толпу, она разошлась? Нет. Тоже так же. Так же бежал задом и понял, что сцена закончилась. Ты не хотел бы воспользоваться услугами тренера и побегать задом? Потренироваться. Да. Ну, я вообще за любые движухи задом. Я берусь. Второй день фестиваля. Сейчас у нас будет разминка со звездами. Но вы знаете, что у нас только здесь одна звезда. Это Анна Лешковца. Здравствуйте. А потом будет баскетбольный турнир. Три на три. Будет семь команд. Мы будем куваться жестко. Я медийное слово выучил. Куваться. А я буду в команде. Векзе Форест, конечно же. В составе у нас Анна Лешковцева. Она сделала себе аквагрим номер 18. По жизни 18-я, но в душе первая. Анна Лешковцева, Виктор Пи, Денис Карандаш, Марата Расланова и... Да, капитан. Старичок, ты слишком молод. Мои поздравления. Наконец-то ты в баскетболе хоть что-то выиграл. Никита, загдай. Друзья, сейчас 11.17. Я надеваю часы. Хочу небольшой челлендж сделать. Посмотрим, сколько я пройду. И челлендж вместе с Аней Лешковцевой. Она тоже будет отслеживать, сколько шагов пройдет за сегодняшний день. Сейчас у меня 6274 шага. 3967 шагов. Стартуем. Что, кто больше находит? Погнали. Мото-просьба капитана. Так, ну наш турнир обрастает болельщиками. Вы даже плакат сделали? Да, блин, это что вы хотите заснять? Давайте, вот, олдскул, никель. Скулы сводим, мячик нет. Что, 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 ну-ка? Скулы сводим, мячик нет. А вы из никеля? Да. Поэтому я и болею за баскетбол. А что, получается, в никеле баскетбол есть? Конечно, у нас вон знаменитые игроки. В Манатрицы, в Борджорде, в Борджорде. А, все, я понял. Прямо из Америки. Они, да. Просто получается, ребят из никеля сложнее тренировать и дороже, чем привезти мировых звезд. Да, чем мировых. Вот видите, Джордан 23. Все. Саша, повернись спиной. Спиной повернись. Блин, вернусь. Это мы ему выдали. Это сын. Это его фамилия? Да. Фамилия Никель. Я думаю, что мы его и привезли. Хорошо. Сколько вы потратили время на плакат? Пять минут с утра. А сколько души было вложено? А сколько души было вложено? Это был спор, на самом деле. Я вчера просто сюда пришла поддержать ребят и проспорила. Они говорят, так ты с плакатом приди на следующий день. И я... Сколько они сейчас очков забьют? В предыдущей игре они забили два. Я опоздала на предыдущую игру, как настоящий болельщик. В этой игре они забьют три. Легенды. Поэтому они столько получают. Все, олдскул, вперед. Верим. Два, один. В пользу команды олдскул. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бам-бам. По полуигры. Пока по нулям. Нет, они справятся. Хорошо. Они справятся. Я верю. Давай вместе. Олдскул. 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 Вот она. Вот она. Эй. Сидит. Ты видел? Сидит. Я подошел. Там не надо нас снимать. Туда надо было. Да там снимают. Это было красиво. Я подошел нормально. Я его везде вчера тренировал просто. Да? Да. Человека с фамилией Никель. Он еще и подборы как берет. Ой, машина. Сейчас олдскул, возможно, забьет свое третье очко. Олдскул. Третье очко. Три, два. Ребят, пока не поздно, переходите в мой телеграм-канал, там в закрепленном сообщении все условия моего партнера. Вот эти девчонки бы точно с интересом смотрели эту игру и что-то знают про результаты. Какие они молодцы, а? Как я его натренировал, ребята? Он все пять очков забил. Что за машина? Кто выиграл-то? Хорошо, олдскул. Я тебя вчера натренировал, ты как? Ты пять очков забил. Все это дистанции. Работает? Кисть работает. Покажи, как кисть работает. Вот, машина, да, и пять? Красавчик. Отлично, отлично. Тренировки наши с Анькой дали такой буст этому молодому человеку под фамилией Никель, номер 32. Забил пять очков и все с дистанции. Красавчик. Они высокие, а мы быстрые. Давай. Двигай мяч, побеждаем и приходим сюда голодными. Потому что время обеда! Батай! Четырнадцать тринадцать. Команда ВТП побеждает. Ой, защитим что-то вообще, не играем. Мы шли голодными, мы шли голодными и выиграли. Готовимся к следующей. Время обеда! Друзья, у нас закончился групповой этап. Команда ВЭКЗФОРЭС прошла групповой этап без поражений. И сейчас мы хотим просто детишкам, которые рядом бросали на баскетбольных кольцах, хотим подарить подарки. Потому что они весь день с нами тусуют. Девчонки, держите вам подарки. Вы весь день бросаете мяч в кольцо. Это вам. Все, занимайтесь баскетом обязательно, хорошо? Все, ну-ка, покажите, как бросаете. О-хо-хо-хо! Вот это процент! Ну-ка, а ты? Ну, еще, 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 еще. Еще разочек. Надо повторить. Надо повторить. Умница! Давайте пять! Молодцы! Пятюню, Милан, ты в пятюню давай! Девчат, кстати, Аня? А мне? Девчат, Аня чемпионка мира по баскетболу 3х3. Спросите, может, какие-нибудь советы у нее? Или не надо? Нет? Все, финал у нас турнира. Мы играем против очень слаженной команды из мурманского транспортного канала компании Норникель. Очень серьезные ребята. Мы с ними играли в группе, и только в овертайме мы смогли победить. А сейчас будем играть с ними в финале. Как проходит твой турнир, Денчик? Мы в финале! Слишком экспрессивно или нет? Давай еще один вариант. Да. Денчик, как проходит твой турнир сегодня? А, вполне неплохо, мы как-то в финале, да? Поэтому, вот так вот, ребят, ждите нас. Ждите нас с призом в Москве. Приедем и обязательно поделимся. Встречайте, да. Хорошо. Этот выпуск выйдет, когда мы уже приедем. Спасибо. Смотрим. Витя, красок какой! Бьет издали. Витя, чуть-чуть осталось. Никит, что думаете? Думаю, что все хорошо. Все хорошо? Витя красный, значит, что хорошо. Витя не красный. Витя прекрасный. Аня. Давайте еще раз, как семья. Витя, Витя, Витенька. Это фол находит. Волнуюсь, аж. Не надо волноваться, надо включаться. Виктор Пи, это так. Молодцы не промахиваться, мы это знаем. И Денис чемпион. Да. Браво, где радость? Пойдем, пойдем, она. Браво, Денис, здорово. Даже пришлось потеть. Браво, спасибо. Денис, ты выбрал идеальное место. А ты звездой, хоть и не льда. Но победа, как эта рута. Поживать ее здесь, это мечта. Он всегда суровый бэкграунд. Суровый бэкграунд. Три-четыре. Суровый бэкграунд. Суровый бэкграунд. Первое. Но мы не в зачет. Что за чемпионский состав такой? Кто, кстати, смотрел? И панамные войска. Финал видели? Как финал, брат? У него прозвище «Дача», кстати, здесь у средненародных. Финал? Традиционный финал. Где панама, там победа. Как сыграл брат? Да шляп. Как обычно. Победители турнира по баскетболу 3 на 3 команда ВТМ! Давай крикнем. Они же наши блогеры. Время! Победа! Поаплодируем, победите! Спасибо. Первое место. Смотрите, сколько людей смотрят баскетбол. Мы для них играли. Трифонов. Как хорош Трифонов. Человек, который был на каждом соревновании, участвовал в каждой активности. Это мальчик Дима. И мы ему награждаем его. Тоже золотой медалью. Ты большой красавчик. Держите, вот такой пакетик. Иди с нами фоткаться. Сегодня самый лучший праздник к нам встретился. И я рад, что все собрались здесь, около сцены. Я всех поздравляю, кто участвовал в наших соревнованиях. Особенно тех, у которых есть медали. А у тебя есть медали? А у Димы есть медали! У нас заключительная часть вечера. И традиционная наша забава, броски саппорта. Я попробую попасть. А потом все люди еще на крутой приз. Пробуем? Когда включилась камера, я сразу начал лажать. Ну ладно, да, он старый забить. Сиди. Поэтому это легко, ребят. Приплывайте выигрывать призы. Все, погнали. Ну как тебе такой вид спорта? Интересный. Но сложный. Но сложный. Интересный, но сложный. С первого раза забил? Ну что, со второго. Она в финале была. Снайпер. Не то, что я. Давай. Вот забил, нет? Да. Но мне это потребовалось попыток 7 где-то. Это то, что мы снимали. Такая же я в первый раз забил. Попытка номер один. Ты сможешь. Давай. Вот. Да. Ура. Талкай, да, по одному терты. С первой попытки, ребята. Просто космос. Мы заявляем тебя в сборной России по саббаскетболу. Что за тигр? Как тебя зовут? Макс. Ну, подожди на берегу. Если никто больше тебя забьет, ты абсолютнейший чемпион. Так, блондинки в законе у нас здесь. Но пока не по закону они действуют. Надо сильнее, девчонки. Вот. Ой, это хорошо. А вы баскетболом не занимались? Еще. В детстве в школе. Давайте. Такого в школе не было. Погнали. Вот, летит. А-а-а-а. Это будет финал. Финал. Все, финал. Как у вас это получилось? Я не знаю. Перечитки молодости. Раньше бросала, раньше играла. А теперь как бы ушла на пенсию, пытаюсь повторить все это дело. Вроде получается, а вроде бы нет. Я рада. Нифига себе. Просто последняя попытка. Туда. Браво. Как вас зовут? Меня зовут Лиза. Вы в Нителе живете? Я за Поляном живу. Ушла на пенсию. Отработала на Руднике свой стаж. И поэтому сейчас беру от жизни все, что могу. Я вижу. Вчера Лиза играла против нас 2 на 2. Сейчас Сапа забила. Вы на Руднике работали? Реально? Я за пенсию вышла. В шахте или где? Да, в шахте. Можно? Нам, конечно, не хочется. Женскую сильную руку пожать. Просто супер. До забитого. И кто побеждает, играет с Аней в финале. Надеюсь. Я не выиграю. Какая я скромная. Погнали. Залазим. Давайте. Первый же раз. Я уже не успела спросить у зрителей, за кого они боятся. Если он сейчас сможет, то все. Просто не оставила шансов. Нет, все. Ну, это забитого же, да. Как же ему теперь тяжело. У нас есть чемпионка, которая сразится с Саней. Анна, пожалуйста. Вы молодцы. Вы молодцы. Что происходит? Лиза просто машина работала в шахте. Ушла на пенсию. И сейчас разрывает этот фестиваль. Полерщицы. Я думал, будет три из трех, ребята. Давай, Анют. Лиза. Аня, давай сравнивай еще. Что ты творишь? Не знаю. Затренировалась. Не бойся. И Лиза побеждает в суперфинале. Два приза забирает. Ты просто наш MVP. Лиза. 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 А, вот и конкурс мокрых футболок. Получается. Ребята, просто сумасшествие. Пошлите на граждение. Здесь на главной сцене пройдет челлендж конкурса. Кто дольше простоит в планке. У меня, правда, ноги все отверханы. Но ради Лизы я стоял там на последнем. Спасибо Саше. Она, главное, по суперфингу. Она привезла меня. Доставка Яндекс.Никель.Такси. Спасибо. Лиза, ты победила в САП-баскетболе. Собила три, не знаю, вот на очковых. Очень круто. Вот тебе подарок от Северное ветро. Тут полный комплект мерча. Короче, ты будешь самой красивой. И ты участвовала в суперфинале с Аней. И от нее тоже подарок. Я вообще посвящена твоей целесной гампе. Я тебе даю свою медаль. Да. Золотую с этого турнира. Ты большая молодец. Все. Ты просто космос. Молодец. Умница. Умница. Давай, обниматься. Друзья, все наши активности закончились. Вот такие у нас приятные компании. Они здесь, Алан, Алена, из Липецка, кстати, Форева, Денчик, Маратик, Анечка, чемпионка, Оксик. И мы смотрим баскетбол США и Сербия. И помните, у нас был челлендж, кто больше пройдет шагов за день вместе с Аней. И чемпион этого челленджа Виктор Пи. У меня 9400 шагов. У Аньки 7133. 7163. Ну, теперь вы понимаете, кто халявил весь день, а кто реально работал. Ладно, скоро закрытие и поедем домой. Шашлыки жарить, наверное. Либо... Ладно, давайте.